Локтем к локтю. Так теперь модно приветствовать перед камерами у высокопоставленных чиновников, но уже без масок. Глава МИДа Китая официально прибыл в Кыргызстан и первым он встретился со своим коллегой Чингизом Айдарбековым. Стороны обсудили важные социально-экономические вопросы и назвали встречу плодотворной. Далее министр иностранных дел Поднебесной встретился с президентом Сурумбаем Джеймбековым. Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях кыргызско-китайского двухстороннего и многостороннего сотрудничества. Джеймбеков подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии экономического сотрудничества между странами. Акцентировал внимание на приоритетных проектах в сфере сельского хозяйства, транспорта и дорог. Ваш нынешний визит в Кыргызстан, несмотря на пандемию, еще раз и действует о решимости, готовности и твердости Китая укреплять, углублять и развивать наше стратегическое партнерство. Мы это очень высоко ценим, уважаемый господин министр. И я хочу особо отметить помощь наших китайских друзей. В самое трудное время, во время пандемии, несмотря на то, что в самом Китае шла борьба, очень жесткая борьба с пандемией, несмотря на это, китайский руководство, китайский народ первым и неоднократно оказал нам помощь в это тяжелое время, гуманитарную помощь. В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И выразил благодарность президенту Сорумбая Джеймбекову за встречу и передал слова приветствия от имени председателя КНР Си Цзиньпиня. Двухсторонние отношения между странами выдержали испытания, обусловленные вспышкой пандемии коронавирусной инфекции, и теперь необходимо сделать акцент на укрепление сотрудничества в постпандемический период, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Одним из главных причин визита главой МИД Китая является экономическая составляющая. Несмотря на всемирную пандемию и сокращение показателей экономик, Китай не намерен сокращать экономические отношения со своими соседями, а наоборот, готова поддержать. Так, в этом году власти Кыргызстана запросили помощь у Китая на почти 743 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом, поддержку экономики и покрытие дефицита в бюджете. Большая часть средств будет выделена в виде кредитов. Ну, мы знаем, что с Китаем были проекты по строительству дорог и так далее. Надо завершать, деньги нужны. А как это выплачивать, если мы затроняемся с прошлыми? Наверное, эти вопросы были затронуты, вопросы границы в условиях пандемии. И у нас, ну, никому не секрет, мы-то экспортируем мало, а вот импортируем из Китая много товаров, да. И это тоже сокращение произошло, да. Эксперты считают, визит министра иностранных дел Китая не только с экономической точки зрения, но и политически. Так, по их словам, наша страна находится в центре интересов крупных геополитических игроков, таких как Китай, США и Россия. И в этом плане соседнему Китаю важно иметь развитого и стабильного соседа в лице Кыргызстана. Надо отметить, что в эпоху пандемии Поднебесная одними из первых оказала нам гуманитарную помощь в виде медикаментов и специального оборудования. Также отечественных врачей консультировали китайские коллеги, которые на тот момент имели колоссальный опыт по борьбе с коронавирусом. Самое главное это то, что была же опять-таки достигнута договоренность о том, что будут предприняты шаги по облегчению для республиканского бюджета страны бремени внешнего долга, по которому пройдет, собственно, мы просим пролонгацию и просим, в принципе, снижение размера внешнего долга. Ну и плюс было подписано соглашение о том, что в следующем году, скорее всего, поступит партия из 100 автомобилей спецтехники, спецназначения для МЧС. На встрече с президентом Сурумбаем Джеймбековым министр иностранных дел Китая Ван Ли дал четко понять, что Поднебесная не намерена вмешиваться в внутренние дела республики и в политическом, и экономическом плане. Также глава МИД Китая заверил, что несмотря на итоги выбора в эпоху пандемии, наши страны будут сотрудничать в духе стратегического партнерства. Эрмей Куренкеев, Таласан Мамбеков, 5 канал.